Председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян в своём заявлении призвал судей республики не поддаваться давлению властных и оппозиционных кругов. Он призвал судей руководствоваться исключительно законами и Конституцией. В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции, участники которых требуют отставки Пашиняна. Ситуация обострилась после подписания трёхстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе. По словам экспертов, то, что сегодня происходит в Ереване, это закономерный процесс. Фактически Армения находится на пороге гражданской войны. Вполне естественно, что страна, которая проиграла войну, находится в политическом кризисе. Это было всегда в истории. Я не готов сейчас назвать ни одного примера, где бы проигрыш в войне проходил совершенно спокойно и бесследно для правящего режима. То есть всегда и всюду начинался или обострялся политический кризис. Он может быть в разных формах. И всегда возможно несколько сценариев. Конечно, крайний сценарий – это гражданская война и столкновение. Однако даже в таких условиях премьер-министр Армении Никол Пашинян, видимо, не в состоянии здравооценивать сложившуюся ситуацию. Вместо того, чтобы найти силы и ресурсы для налаживания нормальных коммуникаций с обществом, Пашинян запустил в стране механизм тотального недоверия. Вплоть до задержания всех, кто не согласен с нынешней властью. Если Пашинян сможет договориться с общественностью, с разными группами общества, вполне вероятно, что он и останется у власти. Но, естественно, кризис придется переживать достаточно тяжелый. За военным всегда идет экономический кризис. Собственно говоря, он уже есть. И Армения долго находится в состоянии экономического кризиса. Ясно, что сейчас он будет тяжелее. И преодолевать его последствия будет достаточно трудно. Сегодня политическому руководству Армении следует сосредоточиться именно на будущем страны. Учитывая кризис, который сложился на политической арене, положение дел усугубляется также и размещением армян, покинувших зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако, невзирая на это, в Ереване все чаще звучат призывы об аннулировании трехстороннего заявления в пользу продолжения войны. Пашиняну следует в срочном порядке взять инициативу в свои руки. Иначе Армения рискует лишиться остатков собственной государственности. Ровшан Ильясов, CBC.